Мы начнем с того, что человек имеет возможность управлять своим дыханием, управлять своими эмоциями, управлять своим сердцебиением, давлением. Самый первый уровень – это когда в спокойном состоянии, там, человек спит, расслабленное тело, и когда он просыпается, не нужно сразу вскакивать. Нужно сначала как бы включить сердце, заставить его работать более усиленно, чтобы увеличить кровообращение, прогнать волной дыхания у человека. Проснулся – и вдохни глубоко. Любой вдох – это напряжение, любой выдох – это расслабление. В движении, без движения нет разницы, потому что, когда вы вдыхаете, все равно идет какое-то напряжение мышц внутри. Легкие напрягаются, расширяются, все равно идет напряжение. У нас так устроено, что барометр стоит у человека, и он распределяет сам температуру тела. И так как бы увеличиваете это напряжение. Вот опять вдох, и так как бы поглубже. Вот в ноги, чтобы вот это чуть-чуть такое напряжение пошло. В руки, выдох. Значит, это вот такое дыхание, я бы рекомендовал тоже, у кого разные заболевания расслабленного тела. Мы начинаем потихонечку напрягать свое тело. Вдох глубже, выдох. И вот потом всегда хочется потянуться, да? Вот это естественное как бы желание. Так вот это подтягивание, оно и есть напряжение тела. Мы это делаем подсознательно. А мы должны это делать всегда сознательно. От кончиков пальцев посылаем напряжение. Вот. И по всему телу. Раз. И вот напряглись, да? Но это нужно делать при вдохе. Вы напрягаете мышцы. Мышцы согреваются. Это идет вдох и идет напряжение. И прямо так до кончика у волос. Идет расслабление и идет выдох. И так волной нужно его посылать. И тогда вы научитесь управлять еще и своим телом. Через сознание. То есть здесь начинается включаться и работать все системы жизнедеятельности человека. Самое главное еще, чтобы и вдох, и само движение совпадали. Вдох и напряжение. И пошло напряжение. То есть плавно оно должно. Чтобы плавно включались мышцы. Вот. И также расслабление. Делаете выдох и... И тогда вот происходит, что человек начинает правильно распределять силу. Значит, тогда у человека не будет никакого давления избыточного. При расслаблении имеет место освобождение мыс от так называемого зажима. И кровеносные сосуды начинают тоже расслабляться в унисон, в гармонии, в ритме с процессом выдоха. И тогда идет своеобразное успокоение всей сердечно-сосудистой системы. И мелкие сосуды, которые участвовали в дыхании, временно остаются свободными. Является чувство облегчения, освобождения. Следующий момент – это когда мы вдыхаем в части тела. Начинаем там с правой ноги. От кончиков пальцев. Все тело расслаблено. И, допустим, до паха. Делаем вдох и напряжение. Выдох и расслабление. И так прорабатываем одну ногу, вторую ногу. Значит, верхнюю часть, каждую из рук. Напряжение с вдохом, расслабление, выдохом. То есть, чтобы вы научились правильно управлять своим телом и своим кровообращением. Вот это дыхание, оно полезно в любом возрасте. Делать лучше всего утром и вечером. Почему? Объясню. Утром вы только проснулись, и вы должны включить организм. Днем у вас были стрессы, у вас были перевозбуждения, много сидели. Но нужно идти как бы в обратной последовательности. Сначала можно резко это все делать. Как бы нервы вот эти, они сначала оголятся, а потом потихонечку в обратном порядке, значит, все потихонечку расслабляешь. И человек засыпает, и мысли уходят у него лишние. Мы сначала начали медленно, а потом уже ускоряемся. Делаем резкий вдох, резкий выдох, резкое напряжение, расслабление. Понимаете, то есть вы будете использовать ровно столько силы, сколько вам нужно для того, чтобы встать. И ровно столько вам потребуется кислорода, чтобы вы встали. И тогда не будет никаких перегрузок ни на сердце, ни на другие органы. Ко мне приходит народ, уже которого испортили в разных видах единоборств. Значит, это аритмии сердца, например, там, больные суставы. Это порванные сухожилия. Это порванные мышцы. Значит, это посаженное сердце. Вы возьмите любого спортсмена. У него больные ноги, больные суставы, больная спина. Если это ударная техника, значит, разные заболевания, вплоть до Паркинсона. Спросите, хоть кто-то кому-то давал понятие о дыхании? Нету нигде. Это основа основ. Без дыхания вообще ничем нельзя заниматься, на самом деле. Много приходит людей, которые приезжают за границу, которые воевали и остались на войне, например. И с ними работают психологи. А помочь очень сложно. Были случаи в аварии. Не один человек побывал в аварии. То есть, человек попал в аварию, а остался один живой. Он говорит, я просто группировался и выжил. Ну, у него там вышли, это самое, ребра там с этих... Там были, конечно, травмы, да. Ну, нормально, пришел я ему. Массаж поделал, затормозил боль. Вот. И включил точки, которые все время выправляли ему форму тела. Я перевернулся на машине, удар был очень сильный в груди. Ну, это был прямой ушиб сердца. Поначалу, в общем, за мной следили внимательно. И ничего не было, не обнаружили. А давно вы сюда пришли? Ну, два года назад. Два года назад. И сразу обратили внимание, да? Ну, на самом деле, так очень интересно произошло. И Михаил Васильевич на это обратил внимание сразу. Михаил Васильевич, и как случилось, что вы обратили внимание? Почему так случилось? Ну, я некоторые вещи вижу у людей, что у них, что у них болит, что за болячки. Ну, только после этого начал анализировать, что, может быть, действительно я болен, да? Вот. Ну, и очень интересную вещь сделали. Михаил Васильевич взял меня за руку. Мы с ним вместе в ритм как бы немножко подышали. Он меня остановил сердце. Полностью остановил? Да. Во что я, в общем, ну, поначалу, даже отказывался верить. Да? Но потом, когда пульса нет, когда сердце не бьется, у тебя, у самого, очень быстро в это веришь. Вот. И рассказал, в общем, как это запустить, как, ну, задать ритм с молитвой, дыханием. Вот, показал упражнения мне, какие нужно делать по дыханию. Ну, и все. Болезнь ушла? Да. Забыли про нее? Ну, болезнь ушла быстро достаточно, но вопрос такой, что вот если дыханием я долго не занимаюсь, то аритмия возвращается. У меня действительно был очень сильный удар, прямой удар прямо в сердце. Я понял. Вот. И вот сейчас все хорошо, слава богу. Слава богу. На самом деле дыхание же не только для аритмии, да, то есть здесь в комплексе вообще общее состояние очень хорошее. Занимается инвалид первой группы, так, там занимается человек, у которого там сердце больное, так, ну, много-много примеров. То есть там такие болезни люди занимаются, которые вообще неизлечимы в медицине. И у них улучшение. Человек начинает понимать, что он делает. И для чего он это делает? Потому что дыхание открывает сущность человека, суть человека. Занимаются люди медитацией, да. Это молитва только, что порождает занятия там разными единоборствами. Гордость, самолюбие. А это откуда? И поэтому, когда люди у меня, ну, вот вместе со мной тренируются, как раз становятся люди, становятся просто нормальными людьми. Это самое важное. Ну, и понимать начинается мысль жизни. Куда идти, зачем идти. Потому что если нет фундамента, дом не построишь. Мы гонимся за какими-то, знаете, визуальными вещами. Модными. Да, модными. Крикнул кто-то там красиво, подпрыгнул там, еще чего-то. Вот. А что за этим? Что за этим? Что? Я занимался каратэ достаточно долгое время. Был аттестован на черный пояс первый, да. До 90-х годов каратэ в России было у нас запрещено. Просто это определенная боевая техника вот так вот влилась к нам. Вот. И многие ее восприняли с распростертыми объятиями, что она такая вот сильная и работает. И вот начались, значит, такие у нас упражнения под музыку. Отключите мысли, растворите свое сознание. Мы танцевали. И у нас вот человек танцевал, танцевал и прямо его выбрасывал из круга. Люди плакали или лежали на полу в бессознательном состоянии некоторое время. И вот после этих танцев у людей была очень мотивированная как бы агрессия. Даже те люди, которые друг друга хорошо знали, то есть дрались чуть ли не до крови. Очень жестоко. Ухудшились отношения, начались споры, разлады, начали проигрывать соревнования. Я высказался против того, что это происходит. И у меня возник конфликт с тренером. Ну и вот так получилось, наверное, слава богу, что мы пришли к Михаилу Васильевичу. Сейчас, в данное время, занимаюсь единоборствами Древней Руси. И когда пришло осознание того, чем я занимался, я бы хотел сказать, чтобы люди, может быть, не повторяли мой путь, а некоторые задумывались. Я говорю о пути, которым идёт человек. Так вот, система, она на чём-то основана, да? И я расскажу, на чём основана. Конечно, в идеале, если человек будет идти, он придёт к Богу. Понятно, да? Если будет человек идти другим путём, две дороги как бы, но они в разные стороны. Но человек, опять же, имеет волю свободной. Занимаясь этой системой, он может, например, убить человека ни за что. Он тоже может потерять свою душу. Здесь надо очень аккуратно к этому относиться. Это вот как дар, который тебе дали, и ты не должен его... Бережно. Бережно, конечно. Осторожно. Бережно. И знания ведь падшие ангелы тоже имеют и силу, которую им дал Бог, и знания, да? Бог уже не забирает то, что дал. Но они путь-то изменили свой. В этом и смысл. Так, человек. Правильная система та, которая не разрушает душу человека, тело человека, семью, государство. Это правильная система. То есть должно быть для чего и зачем ты это делаешь. С точки зрения православного священника, конечно, эта система, наверное, единственная, можно сказать, приемлемая как с точки зрения физической силы, так и с точки зрения, мне кажется, духовной. Потому что основная часть систем, которая сейчас проповедуется всячески, как то карате, восточная всевозможная система, они, к сожалению, основаны на агрессии, на желание доказать свою личную силу и обладать другим человеком. Здесь человек, причиняя вред другому, он чувствует некое самоутверждение. То есть получается, что радость, то, что ты сильнее слабого, и то, что ты обижаешь слабого, да? Ощущение, мне кажется, совершенно не христианское, неправильное. И любая система, она должна, прежде всего, основываться не на том, чтобы доказать, что вот я круче другого, а прежде всего, достичь какой-то, ну, более высокой, что ли, цели. Если мы стараемся, наоборот, защитить слабого, вот это хорошо. Но если мы защищаем слабого, одновременно оскорбляем другого человека, это тоже, в общем-то, неправильно. В бочке меда получается ложка дегтя. Поэтому в этой системе, как раз, что, мне кажется, правильно и хорошо, то, что не причиняя сильного ему вреда, тем не менее остановить то зло, которое он пытается нести кому-то другому. Как священник, она мне дала возможность, если при какой критической ситуации жизненной, когда нужно кого-то будет защитить, я священник, который не имеет права пускать кровь, не имеет права убить человека, я могу, ну, если я нормально, конечно, научусь, то я, Бог даст, смогу все-таки защитить, с одной стороны, слабого, в то же время, не делая, не причиняя слишком сильного зла агрессору. Человек создан по образу и подобию. Вот если грубо разбирать, то есть тело наше – это Бог-Отец, кровь – это Иисус Христос, который дал кровь, а душа наша бессмертная – это Дух Святой. Так вот, это и есть троица, единая, нераздельная. Давление в организме у человека 120 на 80 – идеальное. Ну, и знаете, рамки, в которых он может, человек, жить. 300 – смерть, ближе к нулю – смерть, так. Температура 36,6, 43 – кровь закипела, к нулю – смерть. Идеальная работа сердца – это 60 ударов в минуту. И вот в таком ритме жизни мы можем жить. Сейчас уже, вот смотрите, 72 – это считается нормой. Вот когда будет считаться, например, там, 150-200 – ритм сердца, вот, то вот и будет конец света. То есть конец этой жизни, вот этой вот. И почему-то нам всячески завышают давление информацией, условиями жизни, виды единоборств. Значит, они еще распределяются таким образом. Работа с темными силами и с Богом. Воинство. И любой человек в любую секунду может исправить то, на другое. Одно на любую секунду, полсекунды. Человек, вот, когда он в этом давлении, он неподвластный. Если завышается процесс температуры, давления, то легко темными силами управлять человеком. Любые упражнения, которые вы делаете, начинайте медленно. Вот вы делаете вдох и опускаетесь. Вниз. Вдохнули. Вдох, вдох, вдох. И тянем. И само движение, и вдох должны быть равны. То есть идет вдох и идет движение. Остановились, остановился вдох. Теперь делаете выдох и идет движение. Почему нужно делать на две руки? Потому что давление в разных руках разное. И чтобы уравнять вот это давление, так, человеку нужно сделать равное напряжение. Но с дыханием, чтобы не было излишнего давления. Вот отжались, так, создали вот здесь давление. А в ногах оно будет меньше. Значит, нужно сделать такое же упражнение, только присесть. Несколько раз вы присели, и вы уравняли давление во всем организме. Чтобы поднять как бы тонус жизненный. Просто это же упражнение мы делаем быстрее. Вот смотрите. Вниз вдох. Да, вот если вы будете делать таким образом, опять же, то не будет перегрузок. Вы будете излишнее давление, как бы, выдыхать из себя. Должна быть ровная спина, обязательно, осанка. Значит, ровно ноги стоять должны. Ровно присели. Сделали плавный вдох, плавный выдох. Правильно и плавно сделали напряжение на все мышцы. Значит, если вам нужно быстро сделать, значит, вы просто начинайте быстро вдыхать. Вдох. И тогда все вот эти избыточные вот эти давления, которые появляются, если вы делаете это без дыхания, они уходят. Значит, теперь, чтобы увеличить нагрузку на легкие, увеличить, значит, нагрузку на легкие, мы покажем упражнения, которые вот как раз и для легких, и для того, чтобы усилить, как бы, нагрузку на тело, на организм, на выносливость. Значит, то же все самое, только, значит, делается таким образом. На одном, например, вдохе делается задержка и делается несколько движений. Вот. Сначала они, в принципе, делаются быстро. Вот видите, несколько движений, да? За один вдох и за один выдох. Да. Значит, также и приседания. Но здесь такой вопрос. Сначала мы делаем быстро, но надо не убыстряться в этом упражнении, да? А наоборот, замедляться. Чем медленнее вы делаете, так, тем лучше. Вот сейчас он быстро сделал, потом помедленнее сейчас. Но на задержке дыхания, значит, несколько упражнений. Давай попробуй. И лучше всего делать это упражнение, допустим, пять минут. Он вдыхает и делает пять или десять, значит, движений. Пять вниз, пять вверх. Потом выдыхает и делает пять вниз, пять вверх. Вдохнули. И один раз, значит, сделали. Выдохнули. И также опять до бесконечности. И чем медленнее вы это будете делать, тем более спокойные будете, более уравновешенные. Вот. И нервная система будет просто железной. Упражнение на задержке дыхания. Опять же, это очень полезно для психики. И самая главная борьба у человека – это сам с собой. Если сам себя сумеешь одолеть, то всех победишь. Ну, в всяком случае, может, не проиграешь. Поэтому обязательно нужно делать упражнение на задержке дыхания. Так же продышали лёгкие, вдохнули, выдохнули. Вот. И на задержке дыхания. Выдохнули. Или на вдохе, или на выдохе. Сначала, допустим, на вдохе. Теперь два раза. Видите, на задержке дыхания. Сначала один раз, потом два. Потом три. Вдохнули на вдохе. И три раза. Задержка дыхания. Эти упражнения все, они очень полезны для психики. Да. Теперь на выдохе. Вдохнул, выдохнул. И на задержке дыхания. То есть на выдохе и на задержке дыхания. И так же количество. Сначала два, три, четыре, пять. И так увеличиваешь. И чем больше вы делаете по времени, по количеству, тем лучше. Так же и на ноги, как бы, на приседаниях. Вдохнули и сделали одно сначала. Потом два. Потом задержка три. Вот выдохнул и... Потом три раза на выдохе. И так четыре, пять и увеличивается. Когда задерживается дыхание, совершается очень легкая гипоксия. Искусственно создается недостаточность кислорода в организме. Данное состояние приводит к раскрытию кровеносных сосудов, которые плохо работают, функционируют. В подобных процессах, связанных с сознательной задержкой дыхания, улучшаются не просто кровоснабжение, но разрушаются так называемые бляшки, которые закупоривают кровеносные сосуды. И в данном случае улучшается просвет сосудов. А самые маленькие сосуды раскрываются гораздо больше и лучше. И это избавляет людей от заболеваний и страданий, как сердечно-сосудистые и шимические, и от нарушения обменных процессов, конечностей, да и всего организма. Чтобы человек без нагрузок, без перегрузок умел двигаться, чтобы мы могли в движении набирать столько воздуха, столько кислорода, сколько нужно для данного момента. Каждый человек подбирает свой ритм, свое дыхание. Вот человек идет, шаг вдох, выдох, вдох, выдох. Следующие два шага вдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Потом четыре шага вдох, четыре шага выдох. Система Михаила Васильевича Рябко дает возможность самодиагностики, поскольку в процессе дыхания выявляются те или иные заболевания, страдания скрытные. Мало кто знает, что каждый третий человек сейчас страдает хроническими бронхитами, а каждый второй человек является аллергиком. Но обычно официальная медицина проводит исследования, открывает и часто не в состоянии лечить. А метод дыхания Михаила Васильевича Рябко дает возможность функционально, без лаборатории это выявить. И самое важное, при системных занятиях избавиться от этого страдания. Одно из дыханий, которое я бы хотел вам показать, это медленные упражнения с дыханием, которые пригодятся вам для того, чтобы заниматься ударной техникой. И для укрепления опорно-двигательной системы, особенно у кого разбиты суставы, руки, локти, колени. Значит, предлагается такое упражнение. Ровные ноги. И человек начинает через нос дыхать, через рот выдыхать. Ну, такое неглубокое дыхание, а как бы вот таким образом. И медленно садиться, да. Но без рывков. Значит, оно как раз вот это упражнение для чего еще полезно. Для того, чтобы вот нервную систему подготовить. Руки можешь не поднимать. Вот. Потому что они будут давать иначе напряжение. Видите? И чем тяжелее человеку вставать, тем надо чаще дышать. Чем больше нагрузка. Потому что еще ту температуру тела, которую организм вырабатывает, за счет этого дыхания, она выдыхает из себя эту температуру. И тогда нету перегрузки температуры. Вот. Значит, так же уравнивается давление, которое создается за счет упражнений. И вот тогда, вот есть такое положение, хочется быстро присесть. А вы выдерживаете, выдерживаете. И часть, просто чаще дышите. Так же вверх. Вот я пустой. Старайтесь, чтобы напряжения нигде не было. И чтобы работали, включались постепенно те группы мышц, которые нужны для того, чтобы человек присел. Еще. И вот медленные упражнения, они укрепляют как раз сухожилие. Через укрепление сухожилия идет укрепление центральной нервной системы. Появляется выносливость. Вот это упражнение нужно для всех спортсменов. И вообще для всех людей. Потому что оно как раз укрепляет и дает форму тела правильную. Так же, вот вы присели несколько раз, если помните, то поднялось давление, да, вот в ногах. Вот. Это еще полезное упражнение, вот это для чего? Много видов спорта, которые позанимаются, вот вело, спорт, еще какие-то. И получается венозное расширение у них. Вот. Получается таким образом, что люди, вот представьте, мышцы вот здесь вот, да, вот нога. И люди начинают заниматься и напрягают какие-то одни группы мышц. А вот эти, они слабые. Куда выдавит эту самую вену? В слабую. В слабую сторону, естественно. И таким образом получается, что нужно укреплять всю ногу. Понимаете, да? То есть, чтобы вот мышцы все работали. А вот в этом положении вы когда будете давать напряжение на всю вот и медленно, и тогда будут включаться все группы мышц, у вас вот и не будет вот этого заболевания. Оно тоже будет постепенно уходить. Ну и мы помним, что сделали напряжение на ноги. Мы обязательно должны на руки сделать, чтобы уравнять давление. Вот. И вот тоже медленно. Плавно, без рывков. И чем медленнее вы делаете, тем лучше. Потому что, когда вы делаете медленно, то у вас работают и укрепляются именно сухожилия. И видите, ровное тело. Вот. Но, если вы будете делать без дыхания, то это будет нагрузка на сердце. И будет сердце сажаться. А когда вы делаете с дыханием, медленно, без рывков, это укрепляет центральную нервную систему. Нет, значит, перегрузки на сердце. И температура тела нормальная. И температура тела нормальная. В чем нужно? Любым видом спорта вы занимаетесь, вы должны помнить, что самое главное, нужно, чтобы было ровное давление, сердцебиение и температура тела. То есть она, если повысилась, то она должна также и понизиться. Следующее упражнение – лёжа. Оно полезно так и для пресса, и для позвоночника, для формы тела. И видите, как постепенно включаются все группы мышц. Спина, нижний таз. И когда вам тяжело или больно, просто чаще дышите. Ритмичнее. И таким образом будете снимать и напряжение, температуру, которую вырабатывают мышцы. В большей степени это ещё для держания ударов. Для нанесения ударов, когда вы бьёте. И тогда у вас опять же будет и ритмика, и будет нормально сердце работать. То есть можно это применять всюду. Дыхательные упражнения увеличивают также силу мышц. А контроль дыхания позволяет справиться с болью. Вы пока этого не знаете. Но оказывается, можно выдохнуть боль от удара. Это тоже один из приёмов дыхания. Можно не только боль выдохнуть, но и вытрясти, растереть и даже вынуть. Система развивает ловкость, координацию, быстроту реакции. Тренирует вестибулярный аппарат. Системы кровообращения и дыхания. Человек учится держать удар, работать с болью, укрепляет тело. И я бы хотел показать, как держать удары за счёт вот этого мелкого дыхания. И когда пробили, как выдыхать из себя лишнее. Все говорят, что есть отсроченные удары смерти. Это такой, знаете, ореол такой. Ну, восточные дела. Правда, никто никогда не показывал и не знает, что это такое. Значит, я объясню. Это очень всё просто. Если мы нанесли удар человеку по руке, помните? Кровь сбежалась, появился синяк. Значит, так же и по органам. Если ударили по органам, кровь сбежалась, и вот эта кровь, она же тоже должна рассосаться как-то. Правильно? Гематома, да. Если эту гематому оставят, она потом непонятно во что может превратиться. Так же и на голову удары. Потому что вот бьют людей в единоборствах. И вот эти сотрясения, там, во-первых, сосудистая система не успевает, как бы, кровоток и кровообращение. Значит, обязательно им нужно, как бы, дышать, 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 чтобы сосуды расширялись и обогащали кровью кислородом. Кровь кислородом обогащали. Вот. И чтобы не оставались вот эти удары, их нужно обязательно, как бы, из себя выдыхать. Потому что они ещё температуру несут, так? Они и напряжение дают. Вот. И всё это нужно выдохнуть из себя. Что я могу и показать. Удар – это избыточное, как бы, давление, которое человек приносит другому человеку. Просто открой рот. Если вы будете с открытым ротом стоять, у вас даже ударит там кто-то, то может так произойти, самопроизвольно человек выдохнет. Но у нас есть страх, и у нас напрягаются мышцы. И поэтому, когда бьют, то человек делает выдох. И это уже на уровне рефлекса должно быть. Тогда не будет повышаться температура тела, давление. Если человек задержит дыхание. Несколько раз стукнуть, видите, будет видно, что кровь прибывает к лицу. Лицо начнёт красить. Теперь выдыхай. И сразу кровь отойдёт от лица. Поняли, да? Потому что если человек держит на задержках дыхание, как все учат, то он повышает давление. Ты даже просто напрягись, и сразу раз давление пошло. На прессе, на прессе. Да. Это неправильно. Так вот, пока человек не научился держать удары, никакой ударной техникой нельзя заниматься вообще. Ну, слышно, Костя, треснули так. То есть, понятно, вот это дыхание. И вот за счёт дыхания человек, потому что есть такие удары, что можно стукнуть, и просто с суставов руки выйдут. И растяжение будет, сухожилий. И температура тела. Вот когда есть большая температура тела, вот особенно на детях видно, у них руки из суставов прямо раз, и ноги. И уходят. Это всё те же свойства. Поэтому, видите, как опасно, если человек этого не умеет, держать эти удары. Они не обязательно должны быть там, замах какой-то такой, знаете. А могут быть и короткие. Слышно? Кость трещает. То есть, это вот на костную систему. Если бы не был готов человек, то, представляете, допустим, дал нагрузку на одну группу мышц, а вторая начинает работать и может просто порвать одну мышцу, а вторая будет расслаблена. Вот смотри. То есть, начинает, видите, сводить руку, а та свободная. Здесь давление увеличивается, да? А там как раз нет. Температура здесь увеличивается, потому что мышцы дают тоже энергию. Так? И нужно уметь и снимать их, и хоть удары. Вот. И удар который раз, и он его распределил. Помните, я говорил? Что сразу кровью бежит туда, где удар был. И мышцы на эту, как бы, работают сюда же. И температура тела. А он распределил по телу и вытащил, как бы выдохнул. Видите? Как бы и температура, и давление выдохнул все из себя. Так вот, пока человек не научится, вообще нельзя ничем заниматься. Потому что могут удары быть очень и очень неприятные. Если сбили дыхание, да? Как его восстанавливать? Только за счет дыхания. Видите, температура увеличивается. Сразу испарина такая, человек потом покрывается. Уровнялась? Уровнялась. То есть, один удар дает напряжение, другой удар может дать даже сильное расслабление. Это по мышечной системе будет руки сводить. Вот он, видите, удар. Одна рука напрягается, напрягается параллельно вторую. И вот таким образом распределите это туда. Но с дыханием. Чтоб вот вышла вот эта температура, давление. Ну, конечно, вы должны знать, что вы делаете, чтобы вреда не причинить человеку. Правильно? Нормально? Вот тут такой туда на ноги пойдет. Тяжеленько. И вот только за счет дыхания можно преодолеть. Потому что идет сокращение мышц. Вот. Ну, это рефлексные удары. Помните, как лягушка висит такая, да? Она уже мертвая, ей иголочки колют. У нее раз, сокращается лапа. Ну, то же самое. И только за счет дыхания можно вот эти удары вытащить. уже все прохвостил. когда у человека чувствует удар в тебе, он должен полностью от него очиститься. Вот. И когда вы тренируете кого-то, мы должны дать ему возможность восстановиться. да, можно. Вне зависимости от того, какие цели преследовал человек, начиная занятия в системе, приобретаемые им навыки введут к единому результату – личностному росту, физическому, психологическому и духовному развитию и оздоровлению. Сама система, если понятие, да, вот, глобальное, это добро, поглощающее зло и трансформирующее в добро. Примерно так. Потому что одна капля воды святой может осветить океаны. Примерно так и наша борьба, потому что она вышла из православия. Так что, люди, дащите правильно, молитесь Богу, живите в мире. Вы спросите, хоть кто-то кому-то давал понятие о дыхании? Нету нигде. Это основа основ. Без дыхания вообще ничем нельзя заниматься, на самом деле. Вот. Потому что, во-первых, вдох, выдох. Выдох – это напряжение, выдох – это расслабление. Это немножко все знают. Помните, когда говорят, расслабьтесь. Человек вдыхает, прогибается, наклоняется, выдыхает, и вот он расслабился. В этом есть смысл. Но это одно лишь движение. А таких движений тысячи. и под каждый вид спорта, деятельности, да. Обязательно нужно это знать. Значит, дыхание снимает давление в организме, температуру тело регулирует. Так? Вот. Ведь посмотрите, там, допустим, на животное. Почему собака, когда устала или жарко, она язык высовывает и дышит так? Часто. Да, часто. Но человек, естественно, животное, у него свой, как бы, свое специфическое дыхание. Поэтому нужно это все изучать и употреблять. Вот. Поэтому все это можно показать, рассказать, если это нужно кому. Значит, для разных спортсменов есть определенные виды дыхания. Вот. Но их нельзя брать, знаете, как вот кусочками. Их надо брать в комплексе. То есть, сначала как бы подготовить человека, да, а потом уже специфическое вот это дыхание, вот, по специфике, давать уже определенно и конкретно в конкретный момент. Ну, допустим, футболисты. Резко побежал, резко остановился. Ну, и представляете, что получается? То есть, резко поднимается давление в организме, так? Мышцы, они же тоже, они вырабатывают еще энергию, тепло. Значит, повышение температуры тела, потом резкая остановка, и в этом нужно как раз вот все время дышать, дышать правильно, чтобы снять вот эту нагрузку и статическую, которая дает на мышечную систему, так, на сухожилия, на суставы, значит, на легкие, на сердце, потому что здесь кровеносная система как раз подключается, так, вот, и чтобы сразу и давление понизить, вот, и специфическое, ну, как бы, можно все показать, рассказать, вот так, так и так, вот, потом, короткие дистанции, когда бегут, я вижу бегуны, они не дышат, они бегут на задержке дыхания, представляете, что мышцы вырабатывают энергию, да, сердце начинает усиленно биться, а кислорода ему нету, не хватает, понимаете, о чем речь, да, когда бишь, лишь просто надо очень часто дышать, в нос дыхать, через рот выдыхать, прям вот, и можно, вот, кто будет бегуны, если посмотрят эту кассету, будут так бегать, и не будет ни перегрузки на сердце, давление не будет повышаться, потому что за счет дыхания будет уравниваться давление, вот, и кровеносная система, она, вообще-то, она очень эластичная, то есть, люди, как, испугался, например, да, за счет адреналина расширяются сосуды, если взять чаще подышать, то не нужно никакого адреналина, они сами расширятся, обогащение кислородом крови, вот, сердечники, допустим, да, гипертоники, они, раз давление поднялось, и у них начинается паника, они вызвали скорую помощь и не знают, доедет она или нет, таблетки начинают есть, но ведь таблетки, они же, это только успокоение, почему-то, таблетка же, она не сразу действует все равно, и нужно раствориться в организме, но она как действует, она же все равно действует на психику, и вот если они будут правильно дышать, в нос дыхать, через рот выдыхать, они сами себя успокоят, и главное, что и давление снимут, понимаете, я могу сам в себе повышать давление, понижать давление, значит, менять, конкретно дыханием, менять пульс, останавливать сердце, запускать сердце, но это глубоко сказано, система Рябко, я бы так, общая система, она людям принадлежит, сама система, если понятие, да, вот глобальное, это добро, поглощающее зло и трансформирующее в добро, примерно так, потому что одна капля воды святой может осветить океаны, примерно так и наша борьба, потому что она вышла из православия, так что люди, дышите правильно, молитесь Богу, живите в мире и согласен, подробнее, но это издалека начинается, самый первый воин, который воевал, пел, псалмы, а естественно, если человек поет, то без дыхания, ну никак, так он и пел для того, чтобы дышать, это был царь Давид, вот, значит, не просто же так вот, смотрите, когда шли в атаку, да, кричали ура, для чего, вдыхали, опять кричали ура, во-первых, ну, проанализируйте, это же все просто, любой выдох, это расслабление, таким образом, они снимали напряжение, потому что, если ты просто вдохнул, и сразу окаменеешь, потому что, ну, такое сильное напряжение, это же идти нужно на огонь, на пуле врага, на пуле врага, так, и когда человек кричит, то все расслабляется, почему женщина, природа кричит, так, почему ребенок, который родился, и вдохнул, и он живет, человек выдохнул, и душа ушла из тела, вот, и есть, жизнь, это от вдоха до выдоха, от первого вдоха, да, это всей жизни, но ко мне приходит народ, уже которого испортили, в разных видах единоборств, значит, это аритмия сердца, например, там, больные суставы, значит, проблемы с психикой, проблемы, ну, разные, разные проблемы, и вот, потихонечку, с дыханием, они восстанавливаются, значит, и живут полноценной жизнью, много приходит людей, которые, и приезжают за границу, которые вот воевали, и остались на войне, например, и с ними работают психологи, а помочь очень сложно, начинают, что делать, ну, такая же еще тема есть, парень попал, значит, в аварию, он мед, оренируется, и стал заикаться, мы пришли к врачу, хороший врач, светил, он много чего правильно говорил, но лечение такое, вот тебе выписываем психотропные, значит, лекарства, которые подавляют психику, значит, на улицу не ходить, машину не водить, ну, и пошло-поехало, ни с кем не общаться, понимаете, да? Я говорю, давайте я поговорю с ним, я несколько раз поговорил, два или три раза позанимался с ним, значит, мы проговаривали буквы, есть, ведь, голос-то разный у человека, есть за счет, значит, связок голосовых, и звучат у человека вообще кости, на самом деле, вот. Резонирует. Да. И если вот у человека поломана челюсть, там еще что-то, нос ломан, человек немножко по-другому говорить начинает, а есть внутренний голос, вот, когда начинаешь с человеком, рассказываешь ему, слушаю примерно, как он говорит, на чем он запинается, да, вот можно будет потом посмотреть, сейчас девочка приходит тоже, я ей сказал, как надо, я говорю, если ты начинаешь заикаться, у них такая, знаете, проблема психики, что они думают, что их не выслушают, и начинают говорить слово, как бы вот, стой, стой, я тебе все-таки скажу, подожди, я говорю, да ты не торопись, я все равно выслушаю, я перебивать не буду, главное, я выслушаю, но ты не дотягивай вот это слово, сделай маленький вдох через нос, и говори, и только ее стоишь, контролируешь, и вот два-три занятия уже человек начинает мало-мальски так уже исправлять, ну, естественно, помедленнее говорить, так, говорить те слова, которые, ну, порастяжнее, и потихонечку так с человеком занимаешься, и все выходит у него неплохо, правда, конечно, если не будет заниматься, и дыхание ему даешь, рассказываешь, как правильно дышать, только остается еще, а вот мимика, знаете, вот это долго, потому что, когда они начинают, вот это у них мышцы, ну да, мышцы сводить начинает, это уже на психике, то есть, и я говорю, зачем, ты еще помнишь, что ты уже нормально говоришь, не надо, говори нормально, и вот только пришла девочка вот с мужем, я мужу говорю, видишь, пускай, просто читает книги, ты ее поправляй, вот, и, как бы, останавливай, когда она начинает заикаться, да, и говорим, стоп, вдохни, и дальше, вот делай маленький вдох, а у них так они делают, и опять начинают говорить, потому что некоторая, как бы, часть населения на планете, они как говорят, ну, вот зачастую, допустим, мусульмане делают вдох, и у нас другой как бы и менталитет, и ритмика жизни, вот, и сам слог, сам слог другой немножко, вот, и сам смысл даже слов вот совсем по-другому выстроен, вот, так что тут много интересных вещей, ну, и не только, вот, это один как из, это нужно с каждым человеком индивидуально заниматься, и, ну, люди, вот, можно с ними тоже будет пообщаться, они сами расскажут, там, с трёх лет заикается, а потом нормально, ну, так, конечно, есть немножко, так, чуть-чуть, вот, но всё равно уходит потихонечку процесс познания, что человек начинает понимать, что он делает, и для чего он это делает, ведь много систем, которые, вот, люди приходят, у них так встали, встали в стойку, и что-то постоянно делают, как роботы, понимаете, это подавление психики человека, отрабатывают приёмы, например, как нужно тренировать борьбу, значит, во-первых, нужно дать, значит, укрепить человека, укрепить опорно-двигательную систему, ноги, сухожилия, мышцы, ровную осанку тела, форма тела, понятие такое, значит, и связать это всё с движением и с дыханием, обязательно, значит, когда человек ложится и начинает управлять, вот, напряг вдох, выдох расслабил, он уже знает, что он делает, для чего это делает, и вот должен быть такой, как фундамент, то есть человек готовит сначала себя, готовит психику за счёт дыхания, это я всё могу показать, рассказать в процессе, готовит физически себя, значит, вот, допустим, если борьба, нужно дать человеку, чтобы они поборолись, вот два человека борются на силу, после уже, когда ты подготовился, научить человека падать, вставать, научить страховке, уходить от захватов, там, потом начинают бороться на силе, борются, медленно-медленно на силе, во-первых, начинают правильно работать мышцы, сухожилия, это идёт как укрепление, потом один, например, борется на силе, а второй расслабился, и уже смотрят, как, значит, тоже не спеша, всё делается это, ну, в таком ритме, более-менее спокойно, потом вдвоём расслабились, на расслаблении вдвоём борются, и когда они, вот, поборолись, попадали, повстывали, позахватывали друг друга, только после этого нужно идти в любой вид спорта, в самбо, в дзюдо, там, во что угодно, так, тогда человек будет выкладывать свои резервы, которые у него есть, значит, у нас как классический, тренер хорошо делает заднюю подсечку, и он тогда ищет под себя классически таких же людей, там, вот, если есть, я такой, вот, знаете, и делаю, вот, там, одну подсечку, допустим, она у меня хорошо получается, я её понимаю, я учу других и ищу подобных себе, а всех сталиных отсеиваю, я когда стал разваливать, ну, международник по, это самое, по вольной классике, да, там, вот, бывший военный, он, говорит, тренер тоже, зам был, зам у военных, ЦСКА, ЦСКА, да, вот, его можно было даже и тоже поспрашивать, он говорит, сколько глупостей я сделал, я же, говорит, всё время людей искал под себя, какой я, я думал, что так вот только эти и борются, понимаете, вот такие же, как я, ну, и по психике под себя, как бы, подгоняют, и приёмы, которые он может сделать, да, а это классически неправильно, ну, вот, смотрите, представляете, если бы у нас в армии учили под одного только, как бы, вот, человека, вот, все такие должны быть, да, но это же нереально просто, да, понимаете, да, потому что каждый человек, он индивидуален, по своей психике, по телосложению, по всему, и вот, дальше, значит, виды спорта, уже должен тренер быть по виду спорта, который объяснит правила, который покажет приёмы, которые используются в этом виде спорта, значит, ну, вот примерно такой отрезок для борцов, для этих самых ударной техники, там, бокс, карате, то же самое, сначала укрепление, значит, опять же, с дыханием, с подготовкой психики, тела, умение уходить с линии атаки, понятие, как нужно бить, как нужно держать удары, без этого вообще нельзя никак, ну, вообще не выступать и выставлять куда-то на бой, а классически как, пришли на вид спорта какой-то, там, бокс или что, и сразу с мастерами выставляют, которые уже занимались, ему хорошенько надают, они там распухшие все, голову сотрясают людям, и они уходят, они даже и заниматься, много отсеиваются вот именно по таким отборам, они вроде пытаются, знаете, как, что психологически, если человек готов, да, он тогда останется, значит, он будет заниматься, так и есть, но ведь они много отсеивают людей именно поэтому, да, не знают, как подойти к этому, так вы дайте сначала, но видите, в чём вопрос, если люди стремятся только за какими-то высотами, да, результатами, они очень много губят людей, люди, опять же, идут в другие виды спорта, потому что всё равно людям хочется заниматься, почему хочется, ведь это, опять же, откуда это приходит, вот вы задали вопрос, я до конца на него не ответил, откуда это приходит, потому что человек, мужчина по натуре воин, и это сидит у нас в подсознании, воин, и вот если грубо распределить виды спорта, то есть я и ударную технику как бы докончу потом, и покажу как, чего, как держатся удары, какие есть удары, вот, их очень много, и они очень интересные, внутренние удары, внешние, по мышцам там, и как их бьют, и что нужно идти не на силу удара, а нужно идти как бы в обратную сторону, нужно идти даже не на резкость какую-то в бросках, а медленно делать, и чтобы ты всегда умел опережать человека, но это следующий вопрос, такой, значит, почему, вот, когда вы вначале, как я к этому пришёл, потому что я по натуре воин, и поэтому я к этому и пришёл, вот, значит, но если брать так грубо, по видам спорта, по воинству, значит, градация примерно такая, есть виды спорта, что такое вид спорта? Это несколько приёмов, два или три, ну, может, пять, судейство под эти пять приёмов, и вот мастер спорта, он в этих пяти приёмах, значит, ну, судейство, условия, оговаривали, описали вид спорта, значит, фольклор, вот это когда в красных рубахах, там, пардон, в красных рубахах, там, в русском народном кимоно, так, которое является нижней одеждой, цамурая, вот, мы выступаем, это фольклор, то есть это хорошо, с песнями, танцами, там, с какими-то плавными движениями, тоже замечательно всё, вот, а есть воинство, значит, вот, например, говорят, ниндзи – воины тёмных сил, я часто говорю об этом, вот, если с людьми встречаюсь, значит, и одно из значений иероглифа, который пишется, да, значит, расшифровывается как заклинание девяти демонов. Ну, давайте я вам спрошу, верим мы в Бога, не верим, а при чём же тогда тут демоны? Так вот, демонизм мы верим, а в Бога, как бы, не хотим. Так, если есть одна сторона, значит, должна быть и другая, иначе как мир однобокий, что ли? Так вот, оно и распределяется, и есть воинство, значит, Божье. Вот примерно так, как бы, градации, чем кто занимается. Тьмы и силы света. Да, можно так сказать, пожалуйста. Ведь у нас вот даже военные, а люди не понимают, и не знают, и не интересуются. Вот дальше, например, откуда взялись чины? Ну, вот звание там. Значит, есть Бог, и есть девять ангельских чинов. Понимаете? И возьмите также в армии, есть главнокомандующий, есть девять чинов. Вот оттуда все и взялось. Поняли? Так же и в церкви. Есть глава церкви, патриарх, и есть чины ангельские, также опять, значит, и ромонах, ну, монах, и ромонах, и гумен. Лестница пошла. А у темных, у них все наоборот, как бы, у них такая пирамида вниз. Эстрию. Да, вот. И поэтому я пришел к этому. Потому что в окопах атеистов не бывает. Потом люди забывают, знаете, как. Это один товарищ мой рассказывал с Лондона. Тонули они на лодке. Вот. Он потом, кстати, покрестился. И, говорит, так молились святителю Николаю. Ну, вот. И Господу, и всем. И выжили. Он сразу покрестился. А второй, который был с ним человек, да? Он говорит, это в минуты слабость. Не верю ни во что. Понимаете, да? Или, например, едут кришнаеды, да? Особенно вот наши. И поют. Харя Кришна. Потом раз автобус заносит. Господи, помоги. Наши кришнаеды, да? Да. Так вот. Вот. Так в чем еще тот вопрос? К чему я клоню? Что здесь есть очень такая большая глубина. Особенно в дыхании. Потому что основа – это вот византийский сихазм. Значит, это практика дыхания с молитвой. Это уже самое глубокое, когда воины уходили в монастырь. Вот. Либо их благословляли в священство, и они, значит, в молитве были. Значит, а сначала нужно тоже, опять же, подготовить психику, подготовить кровеносную систему, нервную систему, физически. Я вот с священником так же разговаривал с одним. Он говорит, нет, мне ничего не надо. Мне только вот это дыхание. Я буду молиться, я буду здоровый. И приводит, значит, пример какого-то святого, который вот был и сихастом. И он был здоровый, долго жил там. Я говорю, хорошо, давай, я вот не знаю этого, ну, как бы не читал этого святого жития. Я говорю, вы посмотрите поглубле, что он делал до этого. Он говорит, он работал. Я говорю, ну и? Так работал и молился. Понимаете, в чём вопрос? Он подготовился, а потом несколько лет, семь или сколько, ушёл в затвор и уже, ну, без таких физических упражнений там. Хотя, я думаю, что может и нет. Потому что они делают, например, поклонов по тысячу, по две тысячи в сутки. Это уже не... Это гиподинамия, уже не гиподинамия. А как? Если вы представьте себе, вот Сергий Радонежский. Вот задумайтесь. Ходил там по 70 километров в одну сторону. Утром на службу, допустим, сюда, вечером в Сергею посадку. Дорог не было, машины не было. Ну, был ли... Он же не ездил, он только ходил пешком. За счёт чего? Если ты пойдёшь без дыхания... Естественно, он молился, это однозначно. Но если бы он не дышал, не выдержит сердце нагрузки. Понимаете? А он молился с молитвой. Я думаю, что даже он может летел в воздухе. Когда? И психика, и вера, и дух, и духовность. Всё вместе, да. Понимаете, это основа. То есть, с чего начинается. Что у человека есть? Есть тело, есть кровь, есть душа. Так вот, человек создан по образу и подобию. Вот если грубо разбирать. Тело наше – это Бог-Отец. Кровь – это Иисус Христос, который дал кровь. А душа наша бессмертная – это Дух Святой. Так вот, это и есть троица. Единая, нераздельная. Если братья Румы. И нам же говорят ещё, к чему я подвожу. Что Бог дал волю свободную человеку, да. Ты можешь делать так, поступать, работать. Либо делать добро, либо зло. Понимаете, да. Человек никакой не бывает. Он всё равно делает какие-то определённые дела. Как-то мыслит, как-то думает. Интересно, что Бог дал человеку волю свободную. Но опять же, в рамках. Чтобы, наверное, человек много не баловался. Например, давление в организме у человека. 120 на 80 – идеальное. Ну и знаете, рамки, в которых он может, человек, жить. 300 – смерть. Ближе к нулю – смерть. Так. Температура – 36,6. 43 – кровь закипела. К нулю – смерть. Почему в минуте 60 секунд? Потому что идеальная работа сердца – это 60 ударов в минуту. И вот в таком ритме жизни мы можем жить. Сейчас уже, вот смотрите, 72. Это считается нормой. Вот когда будет считаться, например, там 150-200. Ритм сердца. Вот. То вот и будет конец света. То есть конец этой жизни. Вот этой вот. И почему-то нам всячески завышают давление информацией, условиями жизни. Понимаете, да? Куда? Куда клоним мы, да? Так вот, виды единоборств. Значит, они еще распределяются таким образом. Работа с темными силами и с Богом. Воинство. И любой человек в любую секунду может исправить то, на другую. Одно на любую секунду, полсекунды. Значит, человек, вот, когда он в этом давлении, он не подвластный. Если завышается процесс, температура, давление, то легко темными силами управлять человеком. Человек становится одержимым. Он не может, он же, у него большая скорость. Он подпрыгивает там неизвестно сколько. Помните, если в Евангелии читать, то разрывает цепи. Откуда такая сила берется? Человеку это не подвластно. То есть, становится человек одержимым. Я ответственно это говорю, потому что вот в спортзале люди у меня человек летал. Вы не поверите. Вот Сергей Жерельев пошел заниматься с ним дыханием. Я говорю, иди позанимайся дыханием. Потому что дыхание открывает сущность человека, суть человека. Вот. Так же были на семинарах. Человек начинал говорить уже другими голосом там изнутри. Вот. За лицом маска гуляла. Тройцер Георгий Лавры, отец, значит, Гермоген, вычитывает бесноватый. Можно поехать, посмотреть, вы много чего увидите. Значит, а почему старцы, когда молятся, у них вообще безмолвие? Значит, почему старцы, когда молятся, у них безмолвие? И они всячески занижают эти процессы. Понимаете, да? И тогда, значит, приходит Дух Святой к человеку, и так же вылечиваются все заболевания. Вот если брать заболевание, призывайте в волю, ну, силу Божию, с дыханием, с молитвой. Вот как люди излечиваются от разных заболеваний. Там даже рак четвертой степени. Ну, была девушка одна. По пять часов. По пять часов работала. Значит, вот заболевания разные, как лечиться. Человек в спокойном состоянии. Вот. Под... Ну, можно, я все покажу. Ложишься, подышал, продышался, и начинаешь слушать сердце, пульс. И под удар пульса начинаешь говорить, Господи, помилуй, милости просишь. И когда занижается вот пульс, давление, бение сердца, то приходит Дух Святой к человеку и попыляет все, все болячки. Потому что Господь в нечистотах не живет. Все просто, видите. Никаких тут сложностей больших нет. Вот занимаются люди медитацией, да. Это молитва только... Что порождает занятия там разными единоборствами? Гордость, самолюбие. А это откуда? Представляете, выводят людей так в ранг святых. Понимаете, да? То есть, например, повесим фотографию. Икону плохо, да? А вот фотографии учителя великого, Сёма, Ма Сёма там, или еще кто-нибудь. И давай на него молиться. А что он тебе хорошего сделал? Для кого он ничего хорошего сделал? Ни для кого ничего не сделал. Понимаете? Задумайтесь, люди. Думайте, что вы делаете. Не поклоняйся никому, кроме Господа твоего. Не создай себе кумира. Не создай себе кумира. Однозначно. Это же простые истины. И поэтому, когда люди вместе со мной тренируются, как раз становятся люди, становятся просто нормальными людьми. Это самое важное. Ну и понимать начинается мысль жизни. Куда идти? Зачем идти? Потому что если нет фундамента, дом не построишь. Ну или, например, мне очень нравится. Значит, вот был такой случай в Лондоне. Я приехал, значит, в Великобританию. Там семинар. И тоже, опять же, с разных единоборств. Вот они занимались, там поклоняются драконам. Драконы. Ну, знаете, так, разные драконы. Ну, такие красивые и такие красивые. По нашему Змею Горынычу. Да, Змею Горынычу. По нашему сказке. Помните, да? Ну вот. Я у них спрашиваю. Ну, думаю, как объяснить? Я говорю, хорошо. Скажите, пожалуйста, значит, герб Великобритании. Кто? Ну, там, кто ангел-хранитель? Они говорят, Георгий Победоносец. Так скажите мне, пожалуйста, кого ж он убивает-то? И тут они прозрели. Говорят, дракона. Я говорю, вот это тому, кому вы поклоняетесь. Того он и убивает. У нас показывают в Москве. Школа ушла. Тоже дракон на стенке. В зале. И Георгий Победоносец. По всю стену тоже. Понимаете? Ну, и ведь поймите, что люди... Я просто удивляюсь. Ну, как люди не понимают этих вещей? Несовместимость. Ну, конечно, но вопрос такой, что раз Георгий Победоносец там, значит, я думаю, все будет в порядке. Вот. Дракона вот этих приколит. И поэтому люди, может, с ума хоть не сойдут. Я вам отвечаю. Вот люди, которые занимаются... Вот у меня парень один. Он китаевед. И сам тренирует вот там какие-то вот дела. И он говорит, что, ребята, не занимайтесь глубоко медитацией. Иначе люди, получается, попадают в дурдом. Занимайтесь просто физкультурой. Потом попросим какие-то я ведаю, он расскажет. Да-да, правда, он говорит. Что это не наше, нам это не нужно. Значит, у меня был парень один, который жил на Тибете 5 лет. И вот он тоже рассказывал, значит, какие вещи там происходят. Значит, как они живут там в монастырях. Что они делают. Вот. Ну, мужчина с мужчиной. Да ладно, это их проблема. Вот. Это я, чтобы меньшинство не обидеть. Так, да, не будем углубляться. Вот. И получается, что они рассказывают, что просвещенные монахи, как они уходят из жизни. Садится монах в шатер, вокруг стоят монахи и медитируют. Ну, тоже такие же, такого плана произведённые. Медитируют до такого момента, когда раздаётся дикий вопль. Страшный, нечеловеческий. Значит, уже медитация закончена. Они заходят в шатёр. И от человека остаётся только ногти и волосы. Да? А так, сила некая раздирают человека на части, его распыляют. От него ничего не остаётся. Вы знали об этом? Вот чем занимаются наши люди, которые занимаются медитацией. То есть, они даже не знают эти вещи. И не интересуются, потому что мы гонимся за какими-то, знаете, визуальными вещами. Модными. Да, модными. По ветвям. Крикнул кто-то там красиво, подпрыгнул там, ещё чего-то. Вот. А что за этим? Что за этим? Что? И вы подумаете, путь. Белое кимоно. Берётся человек. Белое кимоно. Как душа светлая. И белый пояс. Белый пояс, да? А потом пояс должен в конце стать чёрным. Пояс – это дорога. Какую дорогу ты выбираешь? По поясу. А высший уровень – это чёрный. Да. Чёрный. Ну, вопрос такой, что до четвёртого данных – это технические данные. А выше – это уже люди становятся одержимыми. Посвящают себя на службу. Правильно. Так вот, никто не задумался. Кимоно белое, как душа, берётся человек светлый. И дорога у него светлая. И вот он потихонечку изменяет свой путь. И превращает её, дорогу эту, в ад. Просто-напросто. Ну и, естественно, белое воинство, то есть светлое, за счёт исповеди, причастия, крови тела Христова, приобретают Духа Святого в себе. Значит, вот смотрите, о чём бы я сказал. Я говорю о пути, которым идёт человек. Так вот, система, она на чём-то основана, да? И я рассказываю, на чём основана. Конечно, в идеале, если человек будет идти, он придёт к Богу. Понятно, да? Если будет человек идти другим путём, две дороги как бы, но они в разные стороны. Но человек, опять же, имеет волю свободной. Занимаясь этой системой, он может, например, убить человека ни за что. Он тоже может потерять свою душу. Здесь надо очень аккуратно к этому относиться. Это вот как дар, который тебе дали, ты не должен его... Бережно. Бережно, конечно. Осторожно. Бережно. И знания ведь падшие ангелы тоже имеют и силу, которую им дал Бог. И знания, да? Бог уже не забирает то, что дал. Но они путь-то изменили свой. В этом и смысл. Так и человек. Правильная система та, которая не разрушает душу человека, тело человека, семью, государство. Это правильная система. То есть должно быть для чего и зачем ты это делаешь. То есть все, что от Бога, созидает. Безусловно. И наоборот разрушает. Да. Ваша система путь к гармонии. К созиданию. Ну, естественно, выживать помогало и на войне. Были случаи в аварии. Не один человек побывал в аварии. Можно с ним потом даже побеседовать. Они интересные вещи рассказывают. То есть человек попал в аварию и остался один живой. Он говорит, я просто группировался и выжил. Ну, у него там вышли, это самое, ребра там с этих, там были, конечно, травмы. Правмы, да. Ну, нормально, пришел я ему массаж поделал. Какой массаж, можно у него спросить. Это будет интереснее слушать. Потому что я ему затормозил боль. Вот. И включил точки, которые все время выправляли ему форму тела. Спасибо. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть много-много. А вот, может, конкретные какие-то, Николай Сергеевич? Ну, люди, пожалуйста, приходят с заболеванием. Там, допустим, занимается инвалид первой группы. Так, там занимается человек, у которого там сердце больное. Ну, много-много примеров. То есть там такие болезни люди занимаются, которые вообще неизлечимые в медицине. И у них улучшение. Я думаю, что вы придете снимать в зал и увидите это все своими глазами. Обязательно. И с людьми побеседуете. Потому что не хотелось бы, знаете, расхваливать вот такой я тут, какой-то такой. Лучше с людьми поговорить, которые сами в этом живут. И они больше расскажут. Спасибо, Николай Сергеевич. Пожалуйста. Было очень интересно. Вам спасибо. Я знаком с системой Михаила Васильевича Рябко. Она является многосторонной. Почему? Включает социальные аспекты, психологические, биологические, физиологические аспекты. Для краткости скажем, что это одна из лучших систем, созданных не только в России, но и в мире. Я имею право об этом сказать, поскольку изучал более 300 систем различных специалистов из самых отдаленных стран мира. Сейчас конкретно о сегодняшнем дне, то, что мы увидели, связанное с дыханием. Дыхание можно рассматривать в трех ипостасях, в трех измерениях. Как процесс, связывающий человека с окружающим миром, с природой, с космосом, с Вселенной. С этих позиций дыхание еще с древности рассматривалось как внедрение духа при рождении человека, а также душевное развитие человека как гармонический процесс. И в конце жизни всегда считали, что человек испускает дух, то есть перестает существовать в мире. Это отделяется его душа. Таким образом, получается, что дыхание по древним традициям является самый сложный процесс от нашего рождения и до последних дней нашей жизни. Есть другое измерение толкования дыхания. Это уже медицинское или современное толкование. Оно включает все процессы, связанные с газообменом. То есть человек получает кислород из окружающего мира. Этот кислород поступает в легких, через алвеолы, передается в кровеносную систему, разносится по всем органам и тканям организма и совершается в клетках так называемое внутреннее окисление. Это означает, что вещества, которые находятся в клетках и должны там окислиться, совершается своеобразный огонь в клетках. И в результате этого появляется энергия, которая необходима организму. Но это внешнее проявление более традиционное. А если кратко упомянем, процесс совершается в так называемых митохондриях в клетках. Они напоминают арфу. И в этих митохондриях совершаются вибрационные процессы и резонансные движения. Разгорается своеобразное пламя биоэнергетическое. А на химическом языке образуются специальные вещества, аденозинтрифосфат, которые кумулируют энергию. Поэтому мы имеем возможность эту энергию использовать и в дальнейшем. Еще один медицинский аспект связан с отделением отработанного уже кислорода и увеличением углекислого газа. В воздухе почти всегда содержится 0,3% углекислого газа. А после обменных процессов, о которых я кратко упомянул, его количество углекислого газа возрастает примерно в 100 раз. Около 4%. Почему это важно знать? Поскольку именно углекислый газ с точки зрения медицины возбуждает продолговатый мозг, который регулирует все газообменные процессы в организме. И значение этого обмена кислорода углекислого газа является очень важным в человеческом организме. Есть еще один аспект, третий, связанный с дыханием. Это сложные психоэнергетические процессы. Они связаны уже с образованием энергии не только в клетках, но и во всех органах, системах и в человеческом организме как целое. Вот этот подход является малоизученным и в традиционной медицине, и в официальной медицине. Но он является объектом изучения современной, так называемой, интегральной медицины. А интегральная медицина связана с комплексным изучением человека 21 века. В основе интегральной медицины находятся три единства. Дыхание, как космический процесс, о котором я упомянул. Медицинское толкование, дыхание, как биологический, физиологический процесс. И самый высший уровень, это психоэнергетический, связан как единство духа души и тела человека. Вот это три единства находят отражение в системе Михаила Васильевича Рыбко. И это было показано сегодня на практических упражнениях, которые демонстрировались. Сейчас очень кратко комментирую то, что мы с вами видели. И то, что является очень оригинальным достижением Михаила Васильевича Рыбко. Я буду рассматривать вопросы так, как они нашли отражение в процессе записи. Сразу даю свое определение или толкование дыхания по системе Рыбко или по Михаилу Васильевичу Рыбко. Дыхание – это сложный процесс не только обмена кислорода, углекислого газа и клеточных процессов, но это прежде всего психоэнергетические процессы, связанные и с информационным обменом организма. Это дает нам возможность понять первые кадры, которые мы записали, увидели в процессе демонстрации Михаила Васильевича Рыбко. Вставание человека или, точнее, когда он просыпается, что совершается. Или естественное чувство протянуться, расправиться после сна. И это своеобразный выход из пассивного состояния, когда и центральная нервная система пробуждается, сердце работает еще не в полном объеме, и все ткани, органы находятся еще в статичном состоянии. Это можно совершать как естественный процесс, и мы многие так делаем. Но если с позиции правильного дыхания, то обязательно должна быть небольшая подготовка. И Михаил Васильевич Рыбко и его ассистент это продемонстрировали. Обязательно вдох через нос, напряжение организма, начиная с ног, руки, всего тела до головы. И в процессе этого напряжения наступает улучшение кровообращения. То есть напряжение, связанное с дыханием, передается всему организму. Почему так происходит? Поскольку наш нос содержит около 40 точек, которые активизируют всю деятельность наших органов. Но еще больше активных, биологически активных точек в бронхах, в легких. Их около тысячи насчитано, изучено. И они в этом процессе тоже оказывают активизирующее влияние. А все это передается и в центральной нервной системе, и в мышечных тканях. Мышцы начинают наполнять, набухать, поскольку кровообращение у них увеличивается. И вот этот процесс целостный приводит к мощному психоэнергетическому всплеску. В результате наступает гармония в организме. Это единство именно духа, души и тела, о котором мы упомянули, происходит практически. И человек тогда может сделать глубокий вдох, приседая, а потом уже вставать и сделать выдох. Это очень важно, как правильный подход дыхания, поскольку освобождается от нагрузки наше сердце. И вот это спасает многих людей от неприятностей, связанной с сердечно-сосудистой деятельностью. А если это становится уже системой, то имеет так называемые саногенетические или оздоравливающие значения и влияние в организме.